Староаскульский краеведческий музей готовится к столетию со дня открытия. В один из самых сложных периодов во время войны и послевоенные годы музеем руководил коренной староаскулец Александр Иванович Ефанов. 35 лет он посвятил старейшему в регионе учреждению. Сперва работал экскурсоводом, затем научным сотрудником, а после оккупации в 1943 году был назначен на должность директора. На встречу с коллективом музея из Москвы приехала дочь Александра Ефанова Инна Калмыкова. Инна Александровна вспоминает, что все ее детство и юность прошли в стенах музея. Вместе с отцом она ездила в увлекательные краеведческие экспедиции. Дело в том, что в годы оккупации практически все музейные коллекции были утрачены. Александр Иванович Ефанов буквально возродил музей заново. К 20 апреля 1945 года было собрано 2400 экспонатов, и около 10 тысяч человек смогли посетить вновь открывшиеся экспозиции. О работе музея в те годы известно многое, а вот о директоре информации совсем мало. Здесь бережно хранят личное дело Александра Ефанова, в котором, кстати, есть и детские фотографии его дочери. Инна Александровна дополнила жизнеописание отца важными для истории фактами. Нынешнюю встречу помог организовать известный краевед, член Союза журналистов России Виктор Вербкин. Его обстоятельный разговор с Инной Калмыковой был записан на видео и пополнит архив музея. После экскурсии участники встречи отправились на улицу 17 Героев, где раньше был дом семьи Ефановых. Сегодня здесь лишь остатки фундамента. Мне понравилось, я довольна очень. Я получила воспоминания о прошлом, но приятное. Детство в стенах музея, все мероприятия, которые папа ездил, в геммскую степь, в пещеры, он меня везде брал с собой. И там елки устраивали для детей, работников культуры. Я тоже там была всегда. Мне понравился музей, хорошее оформление такое. Вообще хорошо, мне понравилось. Я побывала как будто в прошлом.